Всем здорова! Рабочий день у всех проходит по-разному. Мы с батей... Батя, помахай рукой. Не стесняйся. Решили, в общем, мы сегодня немножко забить хер на работу и выехать половить плотвы на оболонку. Но перед этим стою в сапогах вот такой вот канавки, ручейки. Сейчас будем собирать шитик, потому что пошла движуха, пошла движуха на шитик. Плотва ловится лучше всего на эту насадку. Сейчас быстренько наберу наживки и поедем ловить. Все, не переключайтесь. Я спрашивали насчет того, как собирать, где добывать ручейника. Ручейник такая штука, которая есть далеко не везде. Я в данной ситуации добываю на таком вот ручейке. Соответственно, ручейник, ручеек, да, который впадает в нашу березину, куда мы сегодня едем. Можете наблюдать, вы присмотритесь, вот они ползают. Они только-только вот начали появляться. Первое цепло дало, вода еще ледяная. Только-только начали появляться. Потому что в прошлый раз, когда я ездил, соответственно, шитика вообще еще не было в принципе здесь. А сейчас вот прошло какое-то время и, соответственно, немножко солнышко прогрело и начал появляться. Вот так вот лазим в воде в сапогах. Аккуратненько, по чуть-чуть собираем. То есть вот сколько мы уже набрали. Это немножко, надо больше. Шитик неплохой, окей, консации. Такого шитика латвища должна брать. Ой-ёй-ёй. Сейчас мы еще минут, наверное, 20 пособираем и погоним. Погоним рыбачить. Это уже не терпится, руки чешутся капитально. Так, вот наша речка. Вот наша березина. Сегодня будет у нас такая, скажем так, видеосъемка в разряде лайв-форматом, более похожим на лайв-формат. Блин, много таких кадров селфи и тому подобных вещей. В общем, наша река вот так вот выглядит. Батя сзади догоняет, я впереди. Пойдем чуть дальше вон туда. По берегу посмотрим, что там делается. Эти рыбаки у нас есть, люди ловят, но как бы народа немного. Соответственно, возможно, уже не клюет, потому что похолодало. Неизвестно, что будет дальше. Ну ладно, сейчас разложимся. Взял с собой баллонку, взял с собой федерок. На всякий случай попробовать стационарно ловить. Ну что, народ рыбачим. Немножко дальше прошли по берегу. Пока что тишина. Народ тоже жалуется на отсутствие клевов. У меня первая такая вот плывичка поймалась. Батя там тоже что-то клевала, но не подсюг. Будем пробовать. Вот раз поклевки есть здесь на этом приямочке, значит, наверное, будем продолжать мы здесь ее ловить. Попускаем в проводку баллоночкой и, соответственно, у меня там с собой федерок. Естественно, что, может быть, попробуем стационарно половить, если вдруг так случится, что рыбка будет здесь присутствовать. Потому что народ говорит, что дальше, ближе по всем местам. Ну, не особо сегодня клюет. Вчера брало неплохо. Вот, поэтому надо пытаться выловить что-то. Так, Батя кого-то волокет. Чик. Опа. Батя с почином. Первая весенняя мордатая плотва. О, какая. То есть я буду бегать и рыбу цеплять, да? О, какая. Платвичка. Сбирай. Вот такая. Батя. Разловился, от нуля ушел. Ну, прикольно. Прикольно. Слабенько, конечно. Особой раздачи нету, но кто неплохо. Ну, что-то, блин, пока я туда-сюда. Батя делает вещи. Спускает дальнюю ловко вдоль камуша. И дерет он какую плотву. Чик, чик, чик. Старый профессионал. Оп, оп, смотри, болото сзади. Есть контакт. Покажи рыбу. О, какая плотва. Как тебе, круто? Я два раза. На, вытуши. Вот ты ленчай. Я на два раза клевала. Два раза клевала? Да, дала, но мне не было пацаны, не надо. Сейчас. Такая плотва. Вот так вот старый профессионал раздает. Короче, ну что, народ. Гуляем потихоньку по речке. В принципе, сегодняшняя нашей вылазки цель и была погулять по речке. Но у меня вот клюнула хорошая плотва, блин. Как раз пока с вами хотел поговорить на эту тему. Вот, давайте вот так вот вам немножко покажу уваживание. Ааа, кайф. Хорошая плотвина. Ааа, дает, дает от камуша. Ладно, сейчас я ее попробую победить. Поставлю камеру на землю. Есть. Есть победа. Смотрите, какая мордатая. Плотвища. Короче, в чем прикол этого места? Излучены реки, поворот и уходит дальше от меня струя. Основное течение, основная глубина под моим берегом здесь находится. То есть я гулял, гулял, гулял. И пришли с Баськой мы на этот вот, скажем так, поворотик. Баська он туда подальше пошел, а я остался здесь. Тут у нас канала, по ходу разлив паводковый. И я дальше ее перейти не могу. И, соответственно, дальше по берегу пойти не могу. Поэтому пришлось мне остановиться вот на этом вот уютном пятачке. И, соответственно, опускаем поплавок вдоль камуша. Вот тут по глубине, метра два глубины. Вдоль камушек опускаем поплавок. Удобно делать проводку. Можно по центру реки, можно вдоль камушек, а как угодно. Потому что течение позволяет, ветра нет. Соответственно, удобно очень ловить. И вот здесь вот я сейчас ковыряюсь. Вот уже вторую плотву я поймал. Рыбка есть, рыбка держится. Только что особо она что-то клевать не хочет. Ну, будем пытаться, наверное, здесь мы ее выкормить. Дальнего пуска поплавка, проводка вдоль камушек и все вот эти вещи. Ну, возможно, что-то удастся подловиться. Так, продолжаем нашу движуху. Нашли одну местечку. Рыбка хоть чуть-чуть поклевывает. Вот тут аккуратненько только мышки опускаем. И тут живет барданья плотва. Вот так вот аккуратненько пропускаем. Оп! И вот она. Это поменьше. Ну, тоже неплохая. Вот такая. Что-то сегодня творит чудеса, конечно. Кукурузу рыбка не жалует. А вот нашу здесь кабаглевую весьма и весьма неплохо. Весьма и весьма неплохо. Судя по всему, наладились еще дела и у батья. Я так периодически посматриваю. Он пошел вверх по течению. У него тоже плотвичик. Две, по-моему, я точно видел, что он так уголокил на песок. То есть наслаждается батья тоже рыбалкой. На самом деле, в принципе, основная цель, задача моей сегодняшней рыбалки заключалась не в том, чтобы наловить что-то, соответственно, обрывиться. Основная задача заключалась в том, чтобы просто вывезти батья на рыбалку. Человек уже на рыбалке на работе два не было. Все за работой, нету времени, работа, работа, работа постоянно. Поэтому даже отдохнуть тупо некогда. Просто, скажем так, сделать старому приятно. И дать ему в руки удочку. Настроил баллоночку ему вчера. И, соответственно, себе баллонку, ему баллонку. Ну и вот, таким образом, чтобы немножко хацаба отдохнул, развелся, просто перезагрузился. Потому что он действительно может поехать с крыша от этой суеты рабочей, от этой движухи и всего остального. Ну, как виза ползает по речке, вспоминает забытые упрощенные навыки. Ну и что-то получается. Попова держится, попова поклевывает. По слухам рыбаков, которые рядышком ловят тут местных, узнал, что вчера тут очень неплохо поклевывало попова. Ловили многие выше, ниже этого места. Но вчера было теплее. Сегодня вот ломануло погоду. И, соответственно, стало гораздо холоднее. То есть днем сейчас нормально, более-менее так прогрелся воздух. А ветра нету, поэтому даже относительно комфортно. А вот с утра, с утра был мороз. С утра была белая машина, вы не вся. Трава белая, поэтому, ну, возможно, эти заморозки ее прибили. И надо какое-то время, чтобы немножко температура восстановилась днем, и она активизировалась, рыбка. Поэтому мне кажется, что чем вот дольше сегодня стоит тепло, тем ближе к вечеру, да, тем активнее будет плотвичка. Чем лучше будут поклевки, лучше оклевки, соответственно, больше получим удовольствие от рыбалки. Как будто особо до вечера сидеть у нас возможности особо и нету. Однако, я думаю, что хотя бы тут в шести мы половим. Особо вроде бы так дела нету дома, поэтому есть возможность побродить по речке, поболонить, ну, что-то-то поймать. С местными я тут особо тоже мудрить не хочу, больше идти не собираюсь пока, что тут точка классная, рыбка держится. Поклевки есть хотя бы на сегодняшний день. Из всего того, что я вот обошел, из всех тех мест, которые обловил, это лучше всего. Сегодня оснастку немножко утончил, облегчил по сравнению с прошлой рыбалкой. У меня сейчас 2-граммовый поплавочек, одна оливочка как раз, 2 грамма, нагруженная, скользящая. Все это дело упирается в узел, соответственно, ровненько, аккуратненько нагружает поплавок. Вот сосед еще одну поплавку тащит. Хорошая такая. То есть, есть, она просто закрыла рот из-за того, чтобы внезапно похолодало и ее прибило. То есть, пару дней назад был сумасшедший сильный ветер, и было достаточно тепло, порядка 16 градусов. Не по-мартовски тепло, совсем не по-мартовски. Вот сегодня уже немножечко подпрохладнее. Сейчас градусов 8, может, каких, ну, это как бы сыграло свою роль, либо стало пассивным. Вот, по насадкам сегодня у нас есть меню кукурузы и шитик. Соответственно, кукурузу пока что даже банку и не открывал, не пробовал, пробачиваю на шитик. Ну, в принципе, это такая насадка весенняя, которая считается самой лучшей, в принципе, в это время. Март, апрель. Единственный вопрос бывает проблематично его достать, добыть. То есть, это на каких-то ручьях мелких, мелководных заливчиках, таких вот лужах оставшихся после плавок. Он есть, появляется в первом, но далеко не везде. То есть, надо знать, где его собирать. Ну, тогда можно обзавестись классной наживкой прямо на всю весну, на варт, на апрель. Пока рыбка, скажем, не переключится на что-то другое. У нас есть, пробует ловить на рот и на кукурузу, консервированную. Но я не сказал, что есть какой-то у них особый эффект, особый результат. То есть, когда было тепло, ловили кукурузу, неплохо ловили. И вот в похолодании рыбка закрыла рот и не желает расти цельная насадка кукуруза. Давай. Продолжение следует. На бра. На бра. На бра. Подождаться мая, на лывку. В общем, лучше всего. На бра. ну что народ вот и подошла концу наша рыбалка валим домой батя впереди я сзади короче пришлось побегать сегодня рыба стабильно не стояла на одной точке ловить не получилось пришлось побегать поискать добрых тысяч 20 шагов наделали каждый по двадцать соответственно там плотвичка там плотвичка там плотвичка вот так вот выглядит наш улов не знаю норма есть точно хорошая мерная плотва погода испортилась я тут думал что к вечеру потеплеет но наоборот похолодало даже какие-то снежные хлопья немножко лица то есть настолько похолодало и соответственно рыбка притихла то есть не раскачалась не активировалась так как мы хотели по насадке жил чисто шитик у кого был шитик тот сегодня ловил круза червяк мотыль все в игноре в конце пришел тут на одно место ловил грубо говоря в толпе четыре или пять человек рядышком со мной я стоял такой позиция наиболее выигрышный удобный наши цикловые плотва остальные пускали в проводки в холостую то есть на кукурузу на все остальные насадки рыбы не было вот так вот рыбалкой довольны выехали хорошо денек скартали денек убили порыбачили плотвички поймали вся не рыбалка это круто на баллон очка рулит так что всем спасибо за просмотр всем не хвоста мужики видимся на водоемах увидимся на ю тубе все пока